Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и описание этих работ. Жена Гаструбала и ее дети. Написано около 1493 года. Написано темперой на панно Эрколи де Лороберти, находящейся в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, вокруг Колумбии. На картине изображена жена Гаструбала, карфагенского начальника. В памятных деяниях древних римлян Валерия Максима говорит, что Гаструбал возглавлял около 50 тысяч человек, которые сдались к сцепиону африканскому. Во время битвы при Карфагене. Наказание за что? Она принесла в жертву их сыновей в горящем храме, прежде чем броситься в огонь сама. Римляне окружили карфаген со всех сторон. Три долгих года длилась осада безоружного города. Весной 146 года сцепиона удалось ворваться в карфаген. Шесть дней война шла на городских улицах, в домах горожан. Седьмой день в руках карфагенян оставалась только Бирса, самая мощная карфагенская крепость. Римляне устали проливать кровь, и когда к сцепиону пришла просьба о милосердии, он согласился даровать жизнь всем, кроме перебежчиков. Вышло вместе с женами 50 тысяч карфагенян. Всех их ожидало рабство. Приблизительно 900 человек, отчаявших в своем спасении, бежали в храм Асклепия вместе с Гаструбалом, женой Гаструбала и двумя его маленькими детьми. Оттуда они упорно продолжали сражаться, ввиду высоты храма, выстроенного на ответной скале. Но когда их стал изнурять голод, бессонница, страх и утомление, и так как бедствие приближалось, они покинули ограду храма и вошли на крышу храма. Гаструбал, позабыв своего обета и клятвы, бежал к римлянам. Гордого военачальника перед великом смерти охватил такой страх, что он упал к ногам сцепиона и слезно молился хранить ему жизнь. Когда Гаструбал, карфагенский военачальник, в положении просящего сидел у ног сцепиона, последний, окинув взглядом присутствующих, сказал «Смотрите, какой внушительный урок дает судьба безумцам. Безумец этот Гаструбал, ибо недавно он отринул наши милостивые условия и говорил, что для него пламень, горящая родного города, почтеннейшая могила. И вот теперь с молитвенной веткой в руках он просит сохранить ему жизнь и на нас возлагает все упования свои. При виде этого человека не может не прийти на мысли каждому, что нам, смертным, никогда не подобает дозволять себе ни речей наглых, ни поступков». Защитники храма Асклепия заметили Гаструбала среди врагов. Они обрушились на Гаструбала с ругательствами, причем то укоряли его за клятого преступления, напоминая, как часто он клялся на жертвенниках не покидать их, то поносили его за трусость и душевную низость вообще. Речи их была полна насмешек и грубой беспощадной брани. Излив таким образом свои эмоции, перебежчики подожгли храм. Огонь охватил здание. В это время на крыше появилась жена Гаструбала в пышном одеянии, а по обеим сторонам стояли два мальчика, держа мать за руки. Она прикрывала их собственной одеждой. Жена Гаструбала обрастилась к Сапиону. «Тебе, о римлянин, нет мщения от богов, ибо ты сражался против враждебной страны. Этому же Гаструбалу, оказавшемуся предателем Отечества, святилищ, меняя своих детей, да отомстят ему и боги Карфагена, и ты вместе с богами». Затем она обратилась к Гаструбалу. «О преступные и бессовестные! О трусливейшие из людей! Меня и моих детей похоронит этот огонь! Ты же, какой триумф украсишь ты, вождь великого Карфагена! И какого только наказания ты не понесешь от руки того, в ногах которого ты теперь сидишь!» Произнеся такие оскорбительные слова, она зарезала детей, бросила их в огонь и сама бросилась туда же. С такими словами, говорят, умерла жена Гаструбала, как должен был бы умереть сам Гаструбал. Подвиг жены Гаструбала, от которого холодеет кровь, отражен во многих источниках, отличается лишь описание последней минуты жизни детей. Вот такое описание, которое я нашел в интернете к работе «Жена Гаструбала и его детей», автор Эрколи де Роберти. Картина находится в Национальной галерее искусств Вашингтона, вокруг Колумбии. Пока-пока, до свидания.